Все четко и без лишних слов. Губернатор начал с экономики. На западные санкции мы ответили антикризисными мерами. Они помогли предприятиям пережить трудное время, а кому-то даже сделать рывок в развитии. Кроме того, региону удалось создать вторую особую экономическую зону. Владимир. Правительство России и лично председатель Михаил Мишустин поддержали нашу инициативу. Совокупный объем инвестиций в ближайшие три года составит порядка 19 миллиардов рублей и планируют создание свыше 1800 рабочих мест. В рамках этой особой экономической зоны будут развиваться промышленный технопарк радиоэлектронной промышленности в Александровском районе, промышленный технопарк инженерных, климатических и системы электроников в Киржаче. К нормативам приводим дороги. В 2022 году отремонтировали более 520 километров. В этом году в порядок приведут еще свыше 340. Из крупных проектов – Рпенский проезд. Областной центр получит его уже в этом году. А в перспективе – второй мост через Клязьму. В конце этого года предстоит завершение строительства Рпенского проезда в Владимире. Контролируем работы в постоянном режиме. Работа в графике находится. Дорога поможет разгрузить восточную часть города от пробок. Мы уже сейчас готовимся к реализации следующего значимого проекта строительства второго моста через Клязьму. Для его воплощения требуется федеральная поддержка в размере почти 10 миллиардов рублей. Благодаря заделу прошлых лет отлично показывает себя строительный сектор. Ввод жилья вырос на 40%. Задача на ближайшее время строить не менее 1 миллиона квадратных метров жилой площади ежегодно. От темпов и объемов строительства жилья зависит успех еще одной программы – расселение ветхого и аварийного жилья. Владимирская область выполняет программу расселения опережающими темпами. С 2019 по 2023 год предусмотрено финансирование 4,5 миллиарда рублей. Должны переселиться 7 тысяч человек. Уже расселено 5400 человек. За этот год необходимо расселить 1600. Надо выполнять эти темпы. Уверен, что мы справимся. Особое внимание медицине в 12 раз сократилось количество неотоваренных льготных рецептов на лекарства. Вводятся в работу новые больницы и поликлиники. И все равно у депутатов после доклада губернатора самое большое количество вопросов по здравоохранению. Один из них – привлечение новых кадров. Депутаты активно помогают решать проблему. Проблема действительно не только нашего региона. И нам угнаться за зарплатами, условно говоря, и социальными выплатами Москвы и Подмосковья практически нереально. Поэтому я и поднял вопрос о том, что, наверное, надо на федеральном уровне уже ставить вопрос о том, чтобы все-таки была выровнена тарифной сеткой система оплаты медицинских работников. Тогда исчезнет сама проблема. То есть не будет, скажем так, перекача, перебежки кадров, можно так сказать, да, из одного региона в другой. Сенатор Ольга Хохлова, комментируя доклад, обратила внимание на слова губернатора о том, что у нашего региона довольно низкий госдолг. Всего чуть больше 6,5 миллиардов рублей. Для сравнения, у соседей ярославцев он составляет 53 миллиарда. Это говорит о грамотной финансовой политике правительства Владимирской области. Он небольшой, но очень важный и нужный. Потому что вот в этих условиях нам важно развитие в области. И если взять этот кредит и кратно вернуть в бюджет средства по результатам инвестиционных проектов, это будет правильно. И считаю, что нужно этим пользоваться, когда государство сейчас дает кредиты под небольшой процент. Здесь все те, кто владеют инструментами экономическими и финансовыми, конечно же, сразу включается в эту работу. Депутату Бавлу Шатохину понравилось предложение губернатора подключить жителей к дискуссии о том, каким должен стать наш регион. Для динамичного движения вперед нужно уходить от решения исключительно от текущих задач. Мы сегодня услышали о формировании народной программы. Это то, о чем уже достаточно долго говорит фракция «Единая Россия». И то, что мы пытаемся продвигать в своей работе. Сегодня мы это услышали от губернатора. И ту программу, народную программу, которую будет формировать губернатор, мы также поддерживаем и верим в то, что она даст еще лучшие результаты. Чиновники и депутаты намерены спросить у земляков, куда направить усилия, на что обратить внимание, чтобы программа развития стала надежной основой будущего 33 региона. Игорь Липский, Александр Инин, Андрей Беляков, Дмитрий Шаталов и Анна Коновальчикова.